привет любители активного отдыха ну или кто хочет им стать сейчас делаю обзор на наши спальные системы то есть она то на чем мы спим сразу про подушечку подушечка обычная надувная с клапаном есть клапан не будет сдуваться то есть принципе вот эти мы уже вторую ночь спим на этих подушках ничего не сдувается клапан держит хорошо цена подушки 2320 рублей я вообще вот все что говорю цена да я потом где-нибудь в конце в последнем ролике все это посчитаю скажу сколько это все стоило так что не переключайтесь и смотрите до конца теперь про спальник сначала расскажу про свой мужской спальник это бренд тоже сир дизайн пуховый спальник называется backcountry bed имеет форму кокона или как американцы например чаще говорят не кокона мумия вам кстати какой больше нравится вариант кокон или мумия мне честно говоря нравится мумия значит это пуховый спальник с достаточно хорошим показателем пуха 700 то есть 700 это такой ну средний показатель и хотя наверно сейчас уже может как и 800 это средний показатель то есть для хорошего спальника минимум показатель пуха 650 это эта цифра но если вы погуглите можете найти там интересные испытания пуха то есть чем выше эта цифра тем пух так скажем более пушистый более теплые точнее как он лучше будет согревать вас лучше будет удерживать воздух точнее между своими пушинками соответственно вас вокруг вас будет такой воздушный кокон который как раз и этот термоэффект создает есть там по 1200 но это чем выше цифра опять же тем же дороже потому что этот пух из разных птиц и соответственно какие-то там очень редкие птицы дают самый лучший пух ну в общем 700 это ну нормальный показатель для спальника чем мне он показался х а еще расскажу про температурный режим этот спальник на нем написано 20 по фаренгейту ну кстати на женском тоже написано 20 по фаренгейту то есть они относятся к одному классу но в чем разница потом расскажу на самом спальнике написано одна большая цифра вот это 20 это ну так скажем температура при которой вам будет отлично то есть для вот этого мужского спальника если перевести так скажем в температуру цельсия то это там к комфортной температуры до минус 2 до минус 6 можно в общем-то спать ну так скажем достаточно проблематично но но можно то есть в минус 6 вы в нем выживете вы спросите нафига такой жирный спальник на ликийскую тропу где ночью температура не опускается там минус дохода ниже плюс 15 и плюс 19 я конечно за то что взять бы сюда какой-нибудь ли чисто летний спальник но честно говоря это еще дополнительные траты хотя летний спальник конечно будет весить значительно меньше чем этот но это тоже не тяжелый или весит всего лишь килограмм 90 грамм но расскажу вам дальше про комфорт то есть этот спальник мне показался супер комфортным по той простой причине что это не такой обычный спальник с молниями такой скажем несколько некоторая микс обычного спальника и квилта квилт это одеяло да то есть есть такие спальники чисто квилт у них например вот этого всего вообще нету вы просто по поясу залезайте спальника сверху вас такой одеялко вы в него заверт завертываетесь в общем то это имеет место быть а здесь получается что этот полноценный спальник и в него еще сверху вот такое одеяло которые тоже вы можете завернуться тут для рук есть специальное такое специальные клапаны вы можете завернуться вокруг себя лежать на животе завернувшись на боку то есть очень очень комфортный спальник причем если вам жарко вы просто откидываете и у вас половина тела совершенно открытая отсутствие молнии это значит меньше вес нет проблем с этим заеданиями молнии где-то в ткани можно зафиксировать этот клапан с помощью утяжек здесь вот есть утяжка которые за крючки фиксируются то есть при желании можно достаточно сделать теплым этот спальник но он и есть достаточно теплый раз он до минус 6 что у него еще есть у него есть еще клапан для надувного не обязательно дурно общем клапан для мата который не дает спальнику съехать уж эта ткань такой тонкий тонкий полиэстер ripstop по-моему он 20 дынье плотностью но он очень скользкий чтобы не съезжать с коврика очень удобно использовать такой клапан по поводу пуха еще смотреть какая штука вот здесь в спине снизу уха нет то есть это такой квадрат примерно от поясницы ну и до головы сбоку он есть на спине его нет почему потому что когда вы спите ваш вес тела давит все равно на этот квадрат так скажем пух там сминается и совершенно теряет все свои теплоизолирующие свойства поэтому собственно там он совершенно не нужен там вас снизу будет ваш коврик являться этой прослойкой термоизолирующий еще у этой модели есть такая штука это кстати патент бренда сьера дизайн такой клапан для ног то есть вы можете ваши ноги если жарко вытащить наружу и чуть-чуть остыть ну и вот с тыльной стороны здесь кстати в этом в этой области используется не точнее пух он немножко смесь с синтетикой чтобы держалась так скажем какой-то объем да то есть если бы здесь был просто пух он бы сминался и было бы неудобно а так здесь держится как скажем этот татарец спальника имеет такую как сказать плотность какой-то внутри ну то есть вашим ногам не надо будет на них не будет давить вот это вот верхняя как скажем крышка но понятно тут все легкое что там давить но однако все равно мелочь а приятно ну и вот здесь вот написано до что 700 dry down feel кстати пух в этих спальниках он практически не боится влаги потому что он пропитан водоотталкивающими всякими нано средствами которые но просто не дают ему намокнуть то есть в общем то то что он у нас вчера вот например с утра цирели спальники но конденсат на них появился мы их просушили то есть только верхнюю высохла тряпочка внутри они совершенно не промокли ну и вот здесь написано что температура комфорта минус 2 а лимит даже минус 9 то есть в принципе на температуру лимита лучше конечно совсем не рассчитывать но на минус 2 вполне то есть таким спальником можно ходить там осенью весной когда не очень холодно ну в принципе если например влезть там в каких-то дополнительных вещах можно и в минус 9 поспать все эти как-то сказать замеры того той температуры которые на которых спальник рассчитан они показывают на самом деле такую вещь что в минус 2 в этом спальнике спит девушка термобелье и спит спокойно не просыпаясь но такого скажем среднего габаритов а в минус 9 спит мужчина тоже в термо носках термобелье но при этом он спит уже так скажем немножко волнулись да то есть он спит скорее всего в позе эмбрионов такой наиболее энергосберегающий то есть при этой температуре он будет спать ну нормально хотя вот эта цифра 20 до по фаренгейту она показывает что-то среднее между двумя этими показателями вы можете просто ориентироваться на нее на 20 по фаренгейту и соответственно выбирать спальник по этой большой цифре так ну в общем мне показалось этот спальник очень комфортным он скорее конечно на на больше все-таки для кемпинга чем для походов но он весит игру немного опять же там чуть больше килограмма сворачивается он достаточно плотно особенно если вы например и будете использовать какой-то компрессионный мешок причем вес вот эти килограмм 90 это вес с двумя мешками то здесь комплекте два мешка один для хранения такой большой сетчатый вы в нем просто храните спальник другой чуть поменьше плотный чтобы с ним ходить уже но на самом деле лучше использовать компрессионный мешок потому что походе можно чуть-чуть уменьшить место этого спальника кстати знаете как спальники вообще собираются то есть их не надо как-то там аккуратно сворачивать причем это касается как пуховых так и синтетических спальников просто вы так скажем в хаотичном порядке забивайте этот спальник ваш мешок ну и хранить его конечно же лучше не в таком сильно с сжатом виде это чисто для похода для переноски хранить дома лучше вот в той самой как раз сетки которые в наборе есть она то есть также набивайте он там не будет таким плотным и просто куда-то убираете не надо ничего подвешивать никуда это спальник ну если у вас есть какая-то отдельная гардеробная то наверно конечно можете подвесить но я храню просто в этом всетчатом большом мешке в каком-то пространстве где где она есть так скажем потому что все это конечно занимает место можно набрать в прокат но сами понимаете в прокате это все кто-то уже использовал так далее кстати хотел взять например еще внутри специальный как это сказать вкладыш в спальник да потому что вы когда спите в спальнике но все равно даже сейчас тепло как ну чуть-чуть потеете от кожи выделяются всякие сальные такие вещи и спальник в общем-то пачкается и для спальника чем чаще вы его стираете тем хуже тем начинает его показатель падать до со стирками поэтому лучше всего спальни как то беречь чтобы стирать его как можно меньше использовать хорошо клапан точнее не клапана специальную эту вставку ну как простынь простын когда они есть разных фирм там разные материалы может это быть и хлопок может быть какой-то шелк вот с этой системой который вам показывал где нужно быть можно вытащить ноги к сожалению такой вкладыш не работает потому что вы ноги будете все равно в этом вкладыше у вас не очень удобно поэтому сюда лучше купить например какую-то пижамку да в чем вы будете спать то есть какой-то футболку хлопковую или не хлопковую там шорты или длинные штаны ну такие легкие чтобы и не стеснял движение не особо там грела но в то же время защищала ваш спальник от вашего от так скажем отца от вашего сала ну в общем такой вот компрессионник он вполне хорошо сжимает этот спальный мешок и он отлично располагается в рюкзаке стоит спальник 37 тысяч 840 рублей то есть в общем то это не дешевая вещь но это из-за того что пух и пух весьма приличный здесь хотите сэкономить можете брать синтетический спальник но поймите такую вещь что синтетика она так вот как пух не сжимается и будет объем синтетического спальника я думаю ну вот такой то есть ну процентов на 30 больше может быть 30 теперь расскажу про женский спальник это тоже сир дизайн это же пух модель называется клауд модели кстати могут называться одинаково да и у них есть разные градации для сир дизайн характерно у них есть три варианты иногда четыре то есть это на разные так скажем времена года на разную температуру модель может называться 1 клауд данном случае и он рассчитан на тоже минус 20 точнее минус 20 20 по фаренгейту да то есть здесь цифра тоже 20 но при этом здесь пух уже 800 то есть это чуть более качественный пух и показатели лимита минус 11 а мужском был минус 9 и минус 5 а мужском был минус 2 то есть в общем то из-за того что пух тут чуть лучше по качеству он лучше как сказать работает лучше согревает и поэтому температура рабочая у этого спальника выше чем у мужского хотя принадлежат они к одному классу вот этот вот 20 . стоит ну и для женщин обычно делают спальники чуть-чуть потеплее чтобы мерзлявые вот эти вот существа не ныли у вас над ухом что он мне холодно там сделай что-нибудь в общем ну вы поняли он тоже такой достаточно интересный он больше более классический ближе к более классическому спальнику тоже имеет форму мумии то есть такой к по вашему телу по длине они кстати тоже спальники различаются то есть женские имеет чуть-чуть на нам меньшую длину мужские есть и короткие средние длинные то есть это все показатели вам нужно выбирать уже непосредственно зная свой рост да и вы под себя выбираете длину спальника здесь тоже этот спальник без молнии но у него клапан не как у меня откидывается полностью туда а он здесь откидывается вот так вот просто в сторону чуть чуть более согревающие конечно конструкция меньше потери тепла и там и там в моем и женском есть вот здесь вот пух в капюшоне есть такие вот так скажем подушки тут вокруг когда ты зажима за все за затягиваешь что у тебя потери тепла практически не происходит тоже вы можете от раскрыться если вам жарко накрыться укрыться если вам холодно тоже спальник конечно не летний но в общем покупать еще один спальник поход и мне уже честно я не хотелось потому что стоят они тоже сеть немало и до хранить тоже дома негде у этого спальника тоже есть вот этот клапан под мат то есть вы с ней не съезжаете здесь кстати тряпочка чуть чуть потоньше чем у мужского здесь 15 дни то есть она более нежная но зато полегче легче носить тоже здесь спине нету пуха тут прям видно хорошо что такой вот квадрат пустой объяснял уже почему в общем нам показалось что эти спальники удобные да когда можно раскрыться чуть-чуть от в такую теплое время вот кстати вот мы спали да ты засыпаешь вроде тепло еще жарко а где-то ночью чувствую что начинаешь остывать и даже вот ну как засыпали на спальниках сверху не залезали а потом ночью чувствуешь вроде прохладно чувствую что кожа начинает так остывать и уже лезешь спальник и в общем-то в спальнике очень хорошо в этом в этих спальниках вполне себе комфортно спится нет никого перегрева опять же все весь перегрев регулируется хорошо вот этими откидывающимися клапанами и для ног вот этот вот клапан тоже присутствует цена этого спальника пониже он стоит практически 30 тысяч нам 29 990 несмотря на то что в общем-то по показателям пуха там ткани да он чуть-чуть нам подороже должен быть но несмотря на это он стоит дешевле с чем-то связано не могу сказать возможно что это какие-то разные поставки разные цены были поэтому все это варьируется собственно спальники одного и того же класса и цена по идее на них должна быть ну примерно одинаковой но здесь может быть поменьше пуха из-за того что это женский карпа короче спальник возможно из-за этого так теперь что касается ковриков коврики мы решили взять надувные сначала думали о сам надувающихся но честно говоря объем сам надувающегося коврика сложенном виде его вес он достаточно большой то есть если вы скрутите да вот обычно этот каремат пенку она длинная спальня а сам надувающийся он будет на чуть-чуть покороче но объема будет не меньше он такой же здоровый и по сравнению с тем во что складывается вот этот вот надувной он конечно но значительно больше у вот этих вот матов имеется разные показатели который называется звучит как r велью это как сказать в общем это какой-то какой-то показатель который вам говорит о том что этот тот или иной коврик будет лучше изолировать вас от холода земли такой тонкий надувной он конечно же не там небольшой рвелью хотя вот здесь вот этот называется insulated insulated здесь значит помимо самого вот этого полиэстера из чего он сделан там какие то есть проложены нити которые дополнительно будут согревать у этого показатель рв или 21 ну что в общем то для лета совершенно достаточно может быть даже достаточно для какой-то теплой весны или там поздней осени ранней осени без вот этого наполнителя показатель по он был 1 и 8 ну то есть не сильно большая разница по весу вот этот коврик 100 весит 570 грамм подушка кстати весит всего лишь 60 граммов есть вероятность конечно риск даже когда вы берете надувной коврик его проколоть потому что он все-таки надувной тонкий но для этого мы используем как раз и подложку под палатку чтобы еще больше предохранить ну и собственно ткани из которых сейчас делаются это фирменные коврики они достаточно плотные да это если вы купите на алиэкспресс как вы такую вещь что тут есть небольшой риск до купить какой-то очень нежный там швы начнут течь или клапан будет пропускать но общем такие не очень надежные хотя сейчас некоторые фирмы есть уже вполне себя зарекомендовавшие цена такого коврика 7600 рублей в общем то конечно не дешево каремат вам обойдется ну там я думаю тысячи в три максимум если какой-то вы отечественной возьмете он будет еще меньше но каремата еще еще ниже вот этот показатель рвейлю там может быть единичка какая-то но из честно говоря каремат тащить снаружи рюкзака у нас такие рюкзаки где нет много навески хотя там можно что-то прикрутить там до приколхозить а вот этот сроженом виде он достаточно немного места занимает и его можно спокойно положить внутрь рюкзака и он туда спокойно войдет ну в общем вот на чем мы спим это такой пример тех брендов тех вещей которые мы продаем у себя на сайте vr outdoor точка ру сайт уже запущен он возможно еще не полностью наполнен но я думаю к следующей весне мы уже его оформим полностью уже будут там ну не только кстати наши бренды планируем там продавать будут и другие скорее это будет такое как скажем бренды будут в основном не дешевые да то есть это ведущих производителей мировых поэтому если вы хотите что-то дешевое то ищите где-то в других местах ну потом может быть добавим посмотрим мы только начали так что вот такой вот обзор всем спасибо за внимание привет смотрите дальше наши видео путешествие по турции поликийской тропе и ходите в походы